Региональный уровень экономической безопасности является одним из важнейших, так как именно здесь, как реализуются цели и задачи государственной политики в сфере национальной безопасности. Как реализуются эти задачи в Дальневосточном федеральном округе, остановлюсь на примере лесопромышленной отрасли. В настоящее время лесной бизнес в стране считается третьим по масштабам оборота капитала после нефтяного и рыбного. Дальневосточный округ занимает первое место в России по площади лесов и второе после Восточной Сибири по запасу древесины. Поэтому не случайно в последние годы наибольший интерес криминал проявляет к лесопромышленному комплексу. По мнению мировых экспертов, на земном шаре есть две точки, где объем нелегальной заготовки древесины достиг катастрофического уровня. Это африканский Камерун и российский Дальний Восток. Круглый лес для переработки закупается в нашей стране за наличные деньги у российских криминальных структур. При этом отечественные производственные мощности по лесопилению используются примерно на 30%. Вокруг границ страны была развернута широкая сеть пунктов скупки, где по бросовым ценам через контрабандистов приобреталась незаконно заготовленная древесина. После повышения таможенных пошлин расторопные дельцы мгноверно развернули широкую сеть так называемых лесопилок. В одном Приморском Дальнереченском районе появилось более десятка таких мини-предприятий, и на каждой пилится в среднем по 300 кубометров леса ежесуточно. Нелегальная древесина скупается китайскими предпринимателями за наличный расчет. Свыше 110 лесоторговых компаний лесных бирж либо непосредственно, либо через подставных лиц принадлежат гражданам КНР. Что конкретно предпринимают российские и китайские власти по противодействию этому виду преступной деятельности неизвестно. Из опрошенных практических работников, выступающих в роли экспертов, 85,5% заявили, что основным направлением криминальных интересов организованной преступности в Дальневосточном округе является незаконный оборот леса и лесоматериалов. Интересные документы о масштабах незаконной вырубки леса в Дальневосточном регионе были опубликованы известным сайтом WikiLeaks по лесной мафии Приморского края и содержат данные о масштабах незаконной вырубки леса, в частности кедра. В докладе приводятся факты незаконного оформления таможенных документов, нападения на экологов, указывается объем нелегальных заготовок. Только на этот регион приходится 66% от общего объема незаконного вырубленного леса в округе. По оценкам самих заготовителей, до 80% древесины на складах Дальнереченской и Лесозаводской имеют незаконное происхождение. В то же время количество официально зарегистрированных преступлений в лесной сфере, например, за 2009 год, сократилось на треть. Ущерб же, напротив, вырос и составил около 2 миллиардов рублей. Из полутора тысяч выявленных за три года преступлений в лесной отрасли, лишь два были квалифицированы как совершенные в составе преступных формирований. Только в августе 2011 года в Дальнереченском районе Приморского края черные лесорубы вырубили больше тысячи кубометров ценных пород древесины. Браконьеры на месте незаконных вырубков обустроили целое поселение с комфортными бытовыми вагончиками и баней. Лагерь был оснащен радиостанциями и средствами мобильной связи. Местные жители дежурили на основных дорогах, ведущих к месту вырубки лесов. Если появлялась полицейская машина, сообщали об этом браконьерам. Дежурным платили по тысяче рублей в день. Незаконные вырубщики обычно носят с собой оружие, пользуются суперсовременными пилами, которые не слышны на расстоянии 10 метров. Когда бревна доставляются на лесопилку, преступники легализуют свою продукцию, подкупая чиновников. Эти сведения были опубликованы в местной печати, однако сведения о принятых мерах со стороны государства в печать не поступили. Российские инспекторы по охране леса признали, что они не в силах противостоять хорошо организованным и финансово обеспеченным группировкам. В тех редких случаях, когда удается кого-то арестовать за незаконную рубку, сразу же на следствие и судей начинается давление. Возможность сбыта нелегально добытой древесины сводит на нет борьбу с незаконным вырубкой леса. Член КПРФ Сергей Плевако в своем обращении сообщает, что будучи главой Кавалеровского района, по его требованию милиция задержала две машины, груженные древесиной ценных пород. Сопровождал эти машины федеральный судья районного суда. Он также сообщил, что водители на стационарных постах милиции при проверке документов называли пароль, и машины с лесом беспрепятственно двигались дальше. В числе недавних нашумевшее дело генерала Башхитсана, бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления. Как указано в обращениях ветеранов и действующих работников таможенной службы, за полтора года его работы резко увеличилось в поступлении в бюджет. После чего три года предварительного судебного следствия, лишения свободы на пять лет. В обращениях указано, на примере Башхитсана нам цинично показали, что идет борьба не с коррупцией, а коррупцией борется с людьми, добросовестно исполняющими свой служебный долг, работать честно, небезопасно. На обращении к президенту Медведеву и генеральному прокурору руководителя фракции КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова получен типичный ответ отписка. Не помогло и обращение к уполномоченным по правам человеком. В 2009 году за превышение должностных полномочий был арестован и осужден на четыре года полковник, начальник Центра государственной защиты УВД Приморского края Александр Астафьев. Сам Астафьев в обращении на имя министра внутренних дел и президента связывал происходящее с ним с компрометирующими материалами, которые он получил и направил незадолго до аресту своему руководству. Можно много еще приводить таких примеров, в том числе о неприкасаемых, которые в уголовных делах числились как неустановленное следствием лицо, а потом назначались на высокие государственные должности. Уважаемые депутаты, бюджет Дальневосточного федерального округа составляет 340 миллиардов рублей. Округ формально дотационный, но порядка 55 миллиардов рублей только по рыбе уходит мимо бюджета морем. 46 миллиардов рублей уходит в Китай лесом. Общий теневой бюджет округа, по данным экспертов, превышает официальный бюджет. О какой дотационности и зависимости от федерации можно тут говорить? Китайцы открыто заявляют, что контролируют более половины лесопромышленного комплекса Дальнего Востока России. Естественно, не без участия федеральных и местных чиновников. Государственный контроль по всем основным ресурсным сегментам практически утерян. Авторитет власти крайне низок. Уровень коррупции крайне высок. Уровень преступности на Дальнем Востоке только за последний год вырос на 7%. Богатство Дальнего Востока уже давно служит ресурсной базой для заграницы. Есть ли у нас еще хоть один федеральный округ, который бы полностью был ориентирован на зарубежную экономику? На встречах с избирателями все чаще прослеживается недовольство центром. Нередко приходится слышать высказывания «Мы без Москвы проживем, а проживет ли Москва без нас?» Об этом нам, уважаемые депутаты и особенно из фракции «Единая Россия», именуемой себя партией власти, стоит задуматься. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин